Потакание Кремлю лишь продолжает войну, МИД — о поддержке России и Ираном. Потакание Кремлю не только продолжает войну на территории Украины, но и угрожает безопасности и миру в других регионах мира. Об этом в комментарии РБК «Украина» заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Поддержка войны со стороны Ирана. Во время визита президента России Владимира Путина в Иран, верховный лидер страны Али Хаминии заявил, что Россия якобы остановила действия НАТО в Украине, поскольку через некоторое время Альянс начал бы войну из-за Крыма. Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит границ. Если бы ее не остановили в Украине, то через какое-то время Альянс начал бы войну под предлогом Крыма, заявил Хаминии. Реакция МИД, по словам Николенко, с начала полномасштабной войны на территории Украины, Иран публично заявлял о своей позиции нейтралитета, а также выступал за прекращение огня и дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона обеспокоена изменением риторики со стороны иранского руководства. Потакание агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира, добавил Николенко. Пресс-секретарь МИД отметил, что обвинения относительно подготовки нападения на Россию являются исключительно безосновательными, а также и манипуляционными. МИД Украины, со своей стороны, призвал Иран воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать войну. Напомним, РБК Украина писала о том, что, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, Путин ничего существенного, не достиг на переговорах в Иране. Между тем, в Белом доме заявили, что поездка главы Кремля в Тегеран показала, насколько изолированной стала Россия. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.